Кстати, можно пить под кран спокойно, потому что вода вообще, она плеснённая вода Красного моря, которая была дорожно-минералной. Поэтому можете смело пить, ничего с вами плохого не случится. А вот, да, без битвы, да, пили чай, и очень даже... Не, чай, не дружок, или нахуй. Да, почему воду так не несёт? Извините, минуточку. Моречка, я сейчас могу, что говорить, я с турецкой. Полодец, не пейте. Да. Да, давайте, будем выграть. Вот, теперь, да, температура, он сейчас... Сейчас 35-36 градусов, очень сухой климат. Сразу не говорю, 17% влажности, это очень-очень сухо. И поэтому нужно пить мимо, как минимум, в день где-то литра 3 воды минимально. Потому что иначе будет плохо чувствовать, слабость, просто так головокушение. И вам нельзя до этого заходить, потому что потом... Как уже болит, у тебя точно опасно. Вот, температура воды 23 градуса примерно, а вода достаточно холодная, потому что у нас есть много дураководных течений, но что-то, тем не менее, это создает такой приятный контраст с воздухом. Все пляжи, на которых мы находимся сейчас, это пляжи песчаные. То есть вы можете смело заходить в воду, не боясь, потому что наступить. Глубоко особо забывать не стоит. Слушайте спасателя. Когда сильнее тоже в воду не стоит заходить, потому что глубоко активизируются всякие ручные течения. И поэтому, когда они на спасателя в воду, лучше не заходить. Потому что, как бы, уже непонятное дело, что мне как бы будет это мало ли что-то. В принципе, город достаточно безопасный. То есть вы можете ходить, бродить, ничего такого страшного, ужасного. С вами встречаться не должно. А про первое самое главное правило. Во-первых, не отвергать ваши сумки, да, без присмокся на пляже. Потому что, ну, в моей практике были случаи, правда, очень мало. Он все-таки взвернув рисунки, отчет, потому что, ну, под этим неинтересно, там, 2-й, 5-й, 10-й, да. Поэтому просто будут длительные. И, конечно же, возможно, к вам будут ходить на набережные какие-то люди. Очень такой доверительный на русском языке, предлагается какие-то платные или бесплатные поездки. Лучше, конечно, не связаться, потому что, опять, кто, никто у меня официально там не зарегистрировано, что и как. Потом никто не сможет даже разобраться. Поэтому лучше, как бы, люди, и осторожны. То, что касается трампа, там, в принципе, есть два трампа там в воде. Это автобус, ну, 15, через дорогу от вас немножко доверяет отеля, есть остановочка. Раз в час он идет до коралловых пляжей. То есть, да, самая же граница Синаймс. Стоимость проезда 4,7, все в шеке. Туда идет 15, а обратно 16. Идет каждый круглый час, да, то есть, приурочиваяся. Либо он может скооперироваться, здесь с недостаточным фикаристом, как бы, взять там, такси, десанин. Такси тут вообще проще, такси, взмахлый поезд, 140 такси вошек, ну. Значит, посадочная цена на щелочке 10 шекек, 10 копеек, то, чтобы я сели. Дальше сколько на текать? В сторону один же южных пляжей, там, караулы, пляжи, с аквариума и рее. Для финала им отправлены 30 и 40 шекек. В смысле, не должно у вас получиться на машину. Где по мне денежки, ну, в принципе, самое удобное у вас, это быть и вот он. На улице пойти налево. Буквально через 2 апреля вы увидите такое круглое здание, такое немножко приключенное, серого цвета. А это новый шарпинсантов Ice Mall. А стоит там, есть каток, я понимаю, что вам это не так интересно, для нас это экзотика. Там же есть на каждом этаже обменные фунты. Либо есть также обменные фунты на набережной, на площадке России, Даной Иланды. А там в Супербанке, там, либо в старом шопинг-центре, можно на набережной, можно идти на правом камне. Вот. То, что касается поездок. Ну, во-первых, у вас у всех есть обзорная поездка по городу на русском языке. Каждый может себе выбрать удобное для себя время. Я советую делать жаркие часы. Да, то есть утром, конечно, все живут на море. А час-два, когда уже, правда, уже не очень так приятно будет на море, даже с ручки, возвращайтесь в отель. Вас забирают прямо из лобби. Минут сорок катают вас по городу. Закрепляют все эти вещи, которые я сейчас вам говорю. Да, о пляже, рестораны, история города и тому подобное. Так, в принципе, понятное дело, будет гораздо легче во всем ориентироваться. До границы возят, да? Да, да, конечно. Может, в стулья. А потом вас повезут еще в центр Илландского камня. Это культурный центр, который занимается обработкой Илландского камня, который добывали из корпуса Соломона. Кажется, там есть процесс. Конечно же, и веленый зал, если кто-то что-то захочет приобрести себе. Конечно же, есть там бриллианты, и зумруды, и рубины, и все что. И сувениры, и продукции Мехомоя, и все, что на вашей будущей работают. Теперь, то, что касается паинта. Ну, начнем, наверное, вы, кто-то продолжает здесь дальше, правильно? Или все остаются в Азии? Нет. Вы здесь состоялись, а вы продолжаете. Вы берем Салим, потом едете потом. С другой стороны, у меня группа. А, окей. Ну, мы через шесть дней едем в Тель-Авив. А вы возвращаетесь в Тель-Авив? Ну, мы там поживем еще денек. Окей. Теперь, то, что касается ситуации, все равно расскажите про Салим, все равно будет идти лет. Послушайте, вы, наверное, будете оттуда дальше сценарь делать в Салим, или идти до Тель-Авива? А, наверное, там будет лучше или здесь лучше? Ну, там, в принципе, вот там будет... То, что у нас касается Иерусалима, у нас Иерусалим ближайше есть в пятницу. В пятницу и, в принципе, так, около пяти утра вас забирают, везут вас на границу. На границу, Господи. Забирают и везут вас через два с половиной часа, есть остановка на Мертвом море. На Мертвом море останется полчаса, чтобы вам, ну, круглые ножки помочить. После этого есть остановка на Южной Матвецкой реке Иордан. После этого посещайте Верусалим в Христианске, это храм Рождества Христова. Потом у вас есть обед, который уже включен в официальную поездку. И после обеда вас везут в Верусалим в Христианске, там уже вы увидите все Голгофа, Вавья Долороса, храм Роба Господня, усыпание Сады Девы Марии, стена Плача, Миксиманский сад, все это вы уже видите и слышите. Значит, шикарный сидит, русскоговоряющий, как приедет с вами уже из Илака. Стоит 130 долларов на человека, включая уже все. Только там, если вы хотите закупить какие-то сувениры, такого плана, то это возможно. Есть поездки на Мертвом море, день отдыха. Выезжаете в 7.30 утра, через два с половиной часа приезжаете на Мертвом море, там вас заводят в спа-центр отеля, который находится на первой линии великовой, и там есть свободный вход в спа, то есть там в джакузи, бассейн подогретый с поддолью Мертвом моря, пляж в первой линии, очень-очень хороший обед. То есть такое совершенно овощное, как я бы сказала, насколько он насыщен историей, каким-то знанием, и вообще, здесь электричество в отдыхе, это от вашего возбуждения. То Мертвом море, это все-таки немножко спокойно, там очень много брома в воздухе, такое хорошее расслабление. Стоит тоже 130 долларов. Вы что, сейчас спать хочется? Да, потому что много брома, и то есть там аминская, соли спаляются, такие там несопределенные умные, уголки, уголки. Ты даже на Денипиле туда едешь, и часы едешь вдыхать. Да, это отдых для тела и для души, потому что он самор, именно заключается в успокаивании нет, скажем так. Также есть одна поездка, которую можно делать только азерату. Это Петра, Третье чудо света, памятник ЮНЕСКО, это город, который находится в Ардане, и у нас примерно в неделю все регулярные поездки. Значит, в понедельник, среда, пятница, у вас подбирают из отеля около 7.30 утра, везут вас на границу, нашу Сарданью, узнаете, где граница города, есть Сарданью, есть Синайский уголовник. Значит, в этом случае вас везут, конечно же, на границу с Сарданью, там переходит паспортный контроль, и на другой стороне ведет русскоговорящий битый Арданец. Он уже пересаживает вас скоро в Таул, и на этом автобусе будет 2 часа ездить по Арданью. Уже идет экскурсия, там, посмотрите направо, посмотрите лево, и тому подобное. Через 2 часа вы приезжаете в ущелье Сик, это ущелье, которое находится высоко в горах, на уровне Юсалима, и в этом ущелье у вас есть небольшой такой поход, в марш-классов, 300 метров вы должны пройти пешком, поскольку на Кунской нет вариантов проектов на каком-либо есть там, конечно, лошадки, остреньки, но это я бы не делаю ни ваше совета. Лучше идти, не спешаться, и на. Теперь вся фишка в этой поездке в том, что Петра это город, который на протяжении тысячелетий прятали, от тысячи взоров, это столица древнего протейского царства, очень много философов в Средневековье приходили искать нирваны в этом ущелье. В общем, фишка вся в том, что когда вы идете и вы смотрите в конец ущелья, вам кажется, что там тупик. Его очень много лет, поэтому не то, что не искал, даже на кто, не обращал внимание это. А когда подходите к концу ущелья, то он придем прям раскрывается и он попадает в этот город, который вырезан скал, такого розового цвета, такие скалы, которые уже от Иланды, и, наверное, называются Идомский город. Самой Петре у вас будет достаточно времени, чтобы им геном походить и подпрашивать. И, конечно, вы какое-то время побытые на Ителе с этой красотой, после чего возвращаетесь в автобус и вас везут на обед в ресторан. Восточный ресторан это уже включено в цену поездки. После обеда в ресторане вас проведут еще в город Акаву. У нас сегодня очень хорошая видимость. Наверное, вы видите через море городок, такой флаг, самый большой, кстати, флаг. И это летний резидент коридалдовый город. И просто вам там проведут минут 20, ну, просто, чтобы было представление, да, еще одно место и где-то к 7 вечера возвращаетесь обратно. Теперь Петре у нас стоит и еще 65 вы платите на границу по пограничному то, что вы, в принципе, выходите из Израиля и заходите в Раданю и не обратно. Это все уже включено. Значит, 215-1065. Что касается местных экскурсий, но самое интересное, что есть у вас, во-первых, можно, конечно же, сделать дайвинг, попробовать погрузить там. Также, также, съездить на джипах или на автобусах по активному покателю Соломона, что я вам рассказывала. 30-ти минутах я для этого, да? Также можно покататься на яхте на 4 часа с обедом и, конечно же, селить подводной обсерватории Аквариум. Это как бы тоже визитная карточка города. В принципе, для Аквариума, да, для Аквариума вам никто не нужен, на самом деле, потому что доедете автобусы, и все такси познают, и билет можете купить на месте, билет около 100-шенький, стоит входной, они работают без выходных, с 9 до 4-х каждый день, и, в принципе, там нет какой-то организованной поездки, то есть на входе в Аквариум вы получаете такой листик, да, с расписанием всего, всех мероприятий, которые происходят в Аквариуме, и вот вы сами себя уже подстраиваете по то, что вас интересует. 3-4 часа там можно замечательно провести, можно просто выбрать день, проект, например, в Аквариум встрах, вдруг закончится Аквариум, выйдет, с правой стороны есть такой симпатичный пляж, маяк, карава, там отдохнуть на пляже и добраться до пляжа гостей с 3-сайта, автобусе или на такси, и потом пообеду там есть ресторанчик и поедут с таможек вечера, то есть вот день идти на южный пляж. Советую, кто хочет. Вот. В принципе, это вот такой весь распорядок искусства, потому что все остальное, ну, как бы, все остальное, вот у вас пляж, 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 море, море, море. Есть еще хороший пляж, называется Дельфинь и Рейх, тоже вы видите, да, это пляж, где же был Дельфинь, если можно. Да, ну, строгость нельзя гладить из этого, что смысл особого вас не купаться. а там как пляж, это очень симпатичное место, кроме того, кроме того, вы можете, там стоит вход 65 чекелей, да, 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 65 чекелей стоит вход, у него единственный выходной день это воскресенье, то, что Дельфинов видите, это 100%, потому что они каждые 2 часа их есть скормление, они свободно плавают, выливают, наверное, покушать, то есть вы можете побыть на носках в это время, они там, извините, пожалуйста, я вам перезвоню, у меня есть информация, но я сейчас просто на встрече с туристами, я как только закончу, сразу вам перезвоню, хорошо, спасибо, до свидания, да, да, у меня уже, в принципе, готов для вас ответ, только я сейчас освобожусь, вам перезвоню, все, до свидания, вот, теперь мы можем перейти к вопросам, если вас что-то интересует, спрашивайте, где-то здесь какие-то супермаркеты, супермаркеты, это 9-10 лет, это образовый, да, поблизости за аэропорт, у меня есть, от ближайших, такой большой супермаркет, даже после обзора, можете попросить, что у вас завезет до супермаркет, от ближайшего городского, там закупитесь, уже обратно возьмите такси, это самый удобный вариант, обзорная, вот сколько начинается сейчас? Сейчас мы решим, каждый выберет для себя вот, например, что вы хотели бы, как в Иерусалиме, что бы вы не пишете? Хотя в Иерусалиме, это получается, там одинаково, что вот, допустим, если это будет, я не знаю, если честно, вам сказать, я не совсем знаю, оттуда у этого моря, потому что, может, там немножко какие-то другие нюансы, а может быть, одно и то же, я как бы, то, что касается Айлата, я могу сказать, по-моему, как-то у нас тоже есть хорошие, я был парк активно, мне там понравилось, да-да-да, но очень необычное место, я просто советую, там такой ландшафт, очень необычный, как пустыня Аризона, там вот, примерно-то такие, вот, и там есть очень, там даже, есть наскальные надписи, еще каких-то древних людей, которые в это время жили, очень, есть соломоновые столбы, такие очень интересные, как бы вымытые в скале, да, то есть, ну, интересно, там, ехать недалеко туда, быстро, это на автобусе, или на джипах, есть два ладанка, это интересно, там вроде недорого даже, на автобусе 65 долларов, на джипе это 60 тысяч, мы что-то платили там, так, заказы, на стоимость, это, вы к вам приходите, по каждому, по звонку, позвоните, я приду, меня всегда вы можете забрать с рецепшен, если что, есть проблем, и по телефону каких-то там, ну, все, все, что нужно, я всегда здесь, всегда на связи, так, минуточка, пожалуйста, сейчас ваш заказ сразу передам, пока подумайте, вот сколько вы хотите поехать, на обзорную, можете вместе, можете по отдельности, как-то, сантащит, сантащит, сантащит.